Лыжня России 2017 обещает побить все рекорды по количеству участников. В этом году на проведение популярного зимнего заезда в 33 регионе выделили 6 тысяч номеров и шапок с символикой соревнований. Однако и этого на всех желающих может не хватить. Регистрация только началась, а в списках уже больше 2000 человек. В этом году для удобства жителей лыжную гонку решили провести не в воскресенье, а в субботу 11 февраля. Соревнования по традиции начнутся в полдень в парке Дружба. А вот формат будет несколько другим. Организаторы сделали трассу безопаснее и поменяли маршрут. Стартовать спортсмены будут с привычной поляны, а финишировать у западного входа в парк. Трасса укатана, она будет проходить большую часть тех, кто бегут 5 километров по полю. Это вдоль железной дороги. Трасса укатывается с декабря месяца, поэтому можно не беспокоиться за инвентарь. То есть там провалов таких не будет. По лесу сделаны обводы птичьего оврага, чтобы тоже не было завалов. Первыми дистанцию в один километр проедут самые юные спортсмены, дети до 2007 года рождения. Такое же расстояние пробегут участники ВИП-забега. Для юношей и девушек трасса 5 километров. Взрослым предложат преодолеть на лыжах 10 километров. Подать заявку на участие можно в спортивной школе по лыжным гонкам и биатлону на улице Верхняя Дуброва, дом 2, или в день проведения гонки на старте. Кстати, условия получения номеров на этот раз проще. Для детей медицинская справка по-прежнему обязательна, а вот взрослые могут ограничиться специальной отметкой, что ответственность за здоровье во время соревнований они берут на себя. Организаторы, в свою очередь, настоятельно рекомендуют участникам выбирать дистанцию в зависимости от спортивной подготовки. Если более возрастной или очень маленький, бежать 5 километров, 10. Ну, надо выбрать по силам, возможно, километр. Более старшие дети могут пробежать, а опыта нету, тоже километр. И кто может стартовать за ВИП-забегом, это более старшего возраста. На финише участникам обещают бесплатный горячий чай, а в самом парке дружба для гостей праздника, начиная с 10 утра, устроят веселые конкурсы и зимние забавы с выступлением театра «Разгуляй». Будут яркие спортивные мероприятия, работа аттракционов. И вот отдельно хочу сказать, что в Центральном парке у нас будет проходить интерактивная площадка научно-познавательного центра «Эврика» с массовыми народными играми, интерактивной музейной экспозицией. Мы надеемся, что данный формат мероприятия будет воспринят жителями города очень положительно. Каждый может отдохнуть, поправить свое здоровье, ну и получить яркие впечатления. Отдохнуть и повеселиться всей семьей можно будет в Добросельском парке и в Загородном. Спортивные мероприятия в рамках «Лыжни России» пройдут на всех культурных площадках города. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал.